всем доброе утро я как всегда свой любимый ракурс мне нравится этот вид прям вот он чисто испанский да вам так не кажется вот привет всем у нас первый день карантина как мы его проживаем обычно ничего нового позавтракали на улице поменьше народу кафешки некоторые открыты там сидят люди завтракают в общем жизнь продолжается никто не паникует как я знаете читаю некоторых комментариях не в своих других блогерах что в европе паника все сходят с ума никто не сходит с ума ни у кого нет паники что типа в магазинах все раскуплен до раскуплена но это для того чтобы не ходить в этот же магазин в течение этих двух недель там нет никакой паники нет никакого столпотворение тому кассы драк нету никаких все спокойно нормально вообще просто осторожные люди все не более того все почти парикмахерские закрыты кроме меня может говорит оставайся дома как я могу оставить своих бабушек непричесанными они же голову у меня моют что-нибудь с грязной головой и опять говорю у нас с моими клиентками большая семья может быть половина этой семьи не придет посмотрим но я пришла после обеда я не приду конечно потому что смысла нет никакого у нас сегодня пасмурно как передавали синоптики немного похолодало на улице утром сегодня было 16 градусов сейчас 17 но уже эти 16 градусов 17 совсем не такие как зимой вот какая разница потому что я в одном таком вот не знаю как его назвать и мне нормально не ходит но это потому что тоже ветра нет видите все пойду я открываться и посмотрим потом расскажу вам кто пришел кто не пришел да у нас тут на горе все спокойно бар открыт через супы магазин тоже открыт я тоже открыто народу конечно меньше пришло вот но пришли те которые никогда не ходили ко мне то есть знаете потому что внизу у нас все закрыто а я открыта чарли бы на кивы меня к вене кочи меня ки а машин то вот на свете я забываю где я паркуюсь уже в этом в общем нет никакой паники вообще ничего нет все спокойно живем и процветаем я уже дома моя чуть я за ним убираю тут столько всего было уж сегодня никуда не пошел и кашеварит вы знаете я не люблю когда в кухню заходят и кашеварит и без моего спроса почему потому что у меня на каждый день распланирован меню все вот сегодня я это делаю завтра я это дело и додела вы допустим там сегодня картошку сварила не доела ее завтра я что-то еще дело а он знаете как готовит он готовит из всего ничего то есть он достанет все продукты которые есть что-то приготовит испортит все продукты и все я ему сейчас говорю мы с тобой говорит таким темпами и готовишь мы говорим до послезавтра с моими запасами не не доживем я один раз так прихожу он значит достал всего на всего и говорю и куда этот пир горой мы говорим это что это что все даст и такой радостный смотри что я тут приготовил я была готова его убить я буду ты это сожрешь нет я говорю а зачем 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 все это приготовил чтоб было я говорю чтоб выбросить я всегда знаете что говорю говорю в африке люди голодают вам дети дети говорю голодают у них поесть нечего а ты говорю выброси не люблю очень еду выбрасывать поэтому в общем вот так телек на все надо убрать белье я вчера сняла но не убрала все времени будет дофига чтобы сделать все но у меня есть сколько эти планы на вечер так что нифига мы не унываем вы знаете карантин еще в принципе ты не сидела потому что еще время до прошло немного но мне уже скучно от одной только мысли что некуда идти и нельзя никуда идти скукота а еще на кухню делаешь походы каждые полчаса мне уже не знаю что себе запихать полезного я съела дни дать один финик яблоко сейчас заварила себе чай черный с молоком сейчас сюда молока добавлю с медом и через часик где-то пойду с чарли гулять до пляжа наверное пойду до пляжа и обратно там все равно никого нету по той тропе где мы пойдем потому что я для меня будет очень тяжело сидеть дома я человек вообще не домашний не нужно куда-то ходить куда-то идти что-то смотреть на людей скорее бы все это закончилось а пока так будем пить чай с молоком вышли с чарли погулять смотрите детские площадки у нас вот так вот сделали чтобы дети здесь не играли не тусились здесь у нас вот два тоже закрыты а мы идем на пляж на улице пустовать хотя время еще рано сиеста здесь сиеста особо никто и не не ходит ну как бы ходят люди но не знаю хотя сегодня суббота вот видите парикмахерские тоже закрыты в общем не как обычно пустовато но паники никакой нету еще раз повторяю нет ничего люди добросовестно относятся к рекомендациям государства в общем нам же сказали всем сидеть дома не выходить но я думаю что если я вот так выйду и пройдусь ничего страшного в этом не будет вот по инстаграму вот у меня же испанские подписчики тоже есть и все говорят типось мы сидим дом я сидела дома у меня уже голова заболела у меня уже крыша поехала в общем я говорю я пойду с чарли гулять надела свои кроссовки и сейчас пойду до пляжа дойду и обратно это где-то четыре километра до пляжа и обратно столько же по пляжу похожу этот видите барчик всегда был открыт сейчас тоже закрыт в общем все такие заведения которые связаны с населением связано с различных река от людей они закрыты магазины вот открытые наверное аптеки и продуктовые магазины а так уже хотя время тысячу раз для магазинов но я думаю что никто магазин ты не пойдет такие вот у нас дела но я я кстати что до дома сидишь так и хочется что-то пожрать и вот я больше всего боюсь что не сдержусь и начну толстеть поэтому пойду на пляж кружу скажу а еще над нами кружится вот такие самолеты не знаю как вам их показать не фокусируется камера на небе в общем летают какие-то желтые самолеты это желтые самолеты летать два штуки над городом странно до нас не летали я себя чувствую каким-то как это нужно сказать-то нарушителем закона что ли что они так кружится надо мной и меня вы ищут чтобы наказать арестовать что я вышла из дома вот такие самолеты летают и кстати садятся они у нас в порту очень странно талия чали мы уже на пляже пришли вы знаете эти самолеты все летают мне это пожарные самолеты и они что-то тушат я не знаю что они там тушат но они летают туда-сюда это пожарные и вы еще знаете когда где он летит когда самолеты что-то тушат пожарные они воду берут не с моря морской водой у нас пожары не тушатся естественно да потому что потом деревья не вырастут ничего не вырастет и воду берут из-за водосборников с водохранилища а еще у нас все пляжи перекрыты то есть на пляже нельзя идти и это очень хорошо потому что вы знаете что у нас творится еще в мадриде самый эпицентр вот этих вот заразы скажем так и в общем так как карантин все закрыты на две недели все с мадриды ломанулись на пляже представляете то есть весь этот коронавирус просто едет к нам как-то мы все в фейсбуке везде пишем что нехрен к нам ехать сказали дома сидеть сидите дома да представляете все ломанулись каникулы блины отпуск и они решили ехать все на пляж смотрите повешен красный флаг что на пляже нельзя находиться и везде вот такая вот ну штука что нельзя идти на пляже ну не знаю может быть даже ведут полицию что будет всех выгонять еще ничего не знаю надо сегодня новости смотреть ну в общем вот так ситуация конечно знаете напоминает какой-то фильм ужасов я еще раз повторюсь а еще я не знаю с чем это связано но мои видео то ли с названием то ли что короче они не подходят для не знают чего в общем нарушает какие-то права представляете охренеть и монетизация на них отключена тоже я вроде быть не мата ничего нету все про этот вирус говорят я не знаю есть среди моих подписчиков тоже такие блогеры и если у них такая же проблема с монетизацией что видео может быть название я уже название поменяла убрала там всякие намеки на то что я сниму но это моя жизнь и то есть как я буду занимать не знаю это слово не вирус говорить а какое-то другое посмотрим на сегодняшнее видео иначе вообще то есть представляете нас заставляют замолчать о какой-либо проблеме что она есть что болеют заражаются но блин а чё молчать то в общем как то странно все это пишите если у вас такие же проблемы в общем на пляже замечательная погода там вот люди в не сыграют собачники не так конечно много как обычная суббота но никакой говорю еще раз повторю никакой паники никто не бегает взявшись за голову и не бьется об стенку головой типа все все умрем ничего подобного все я пошла уже домой мне еще домой тяпать и тяпать если что-то знаете заговорилась сестре позвонила они там отвечают что-то вот я там я чуть ли не интимная рассказываю она там не одна шутка конечно в общем да и заговорила с ней уже у тебя было далеко вот так и будем таким спортом заниматься что еще делать да я не думаю что ситуации настолько все будет ну вот бар открыт смотрите люди сидят пиво пьют ну вообще это конечно безответственно с их стороны потому что я не боюсь сама заболеть я боюсь заразить других стариков там поэтому как бы нужно ответственно подходить к этому к этой ситуации и стараться как-то не знаю друг от друга быть подальше скажем так две недели не так уж и много можно петь перетерпеть смотрите какая у нас красивая весна класс красота такой дерево красивый прям розовая кстати люди ходят все у нас спокойно красота птички поют лепота тишь да гладь божья благодать ой ну красота вообще вот так сейчас общаются соседи с балкона на балкон одна в одном там вот другая напротив и они разговаривают а еще магазины все открыты продуктовые в том числе и фруктовые работают все в перчатках но маски нету я вот мимо проходила они неэффективны у нас постоянно говорят что маски вас не защитят от этого вируса вот поэтому в перчатках работают ну как бы в общем все у нас хорошо обязательно победим эту заразу как же иначе я не могу иначе чарли кого-то увидел напугался идет всю дорогу вот так хвост прижал иногда по гавке чарли кене чарли кене чарли кене он это видите как сгорбатился и все посматривает такой он домой уже чешет хвост на дому подрезать длинный волочиться всю грязюку собирать и на обратном пути когда я уже возвращаюсь спустя два часа народ уже на улице побольше так что все хорошо уже возвращаюсь домой прошло два часа мои прогулки видите все везде ходят бродят никто никого не боится никто никуда не убежать не убежает не убежает в магазинах нет никаких очередей так что все нормально смотрите какая модная ходила в общем как вам показать то он с лапами чарли вместо погон ой не могу такая смешная я бы пару раз брала на руки потому что машина ездила и глава вся прилизанная от кепки все я дома сколько я там шагов то сделала сейчас посмотрим мало всего 18000 обычно я делаю 2224 спортзал но все равно я думаю что нормально семнадцать тысяч должны с половиной нормально сейчас себе огромную кружку чая сделаю мою любимую которая у меня как чайник конечно же пустой как всегда где моя кружка чая чтобы вы понимали размер делаю фруктовый с апельсином с клубникой с лимоном что-нибудь еще добавлю а чернослив есть и буду пить вкусняшку вот такая вкусняшка у меня получается буду пить чай сейчас будет говорить президент что нам делать и как нам поступать как бороться с этой заразой послушаем сейчас вам все расскажу но не сейчас когда он там расскажет этот чай из темы и наелся и напился потому что все эти фрукты я сейчас съем очень вкусный прям вообще с клубникой со всеми в общем друзья президент с нами поговорил через телевизор и что же он нам сказал он нам сказал сидеть дома не выходить выходить только за продуктами в аптеку и на работу но все бары рестораны в общем все 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 закрыто все что связано с обслуживающим персональным все закрыто перекрыто для чего все это делается не для того что чтобы там что то непонятно а для того чтобы остановить этот вирус сначала его нужно остановить чтобы не распространялся потом вылечить заболевших и потом в общем уничтожить его вирус но говорит самая главная победа будет когда создадут прививку прививку от этого гребаного вируса короче две недели нам сидеть дома никуда не выходить но я все равно на работу поеду в пятницу и в субботу наверное поеду с утра съезжу вот но если у нас ситуация конечно улучшится в нашем городе и вот где я работаю в Салабрине там вроде бы не было нету заболевших вот а пока посидим дома я говорю а если вот я выйду на улицу то что он говорит ну полиция может остановить представляете а есть такие города которые прям все закрыты там штраф до 60 тысяч евро вот и сейчас в 10 часов вечера такой будет как призыв или еще что все должны выйти на балкон и похлопать этим медикам которые работают у нас сейчас шесть тысяч зараженных пятьсот семнадцать выздоровевших и сто девяносто один умерших цифра конечно вчера было пять тысяч сегодня уже шесть сегодня уже шесть поэтому это нифига не смешно я такой даже представить себе не могла представлять когда смотрела какой-то в кино фильмы я даже представить не могла что я буду все это жить на самом деле что это будет происходить в моей жизни и что это будет не кино и не какой-то кошмарный ужас а это я живу в двадцать первом веке вот такое переживаю в Европе это вообще жесть но знаете нам нужно сплотиться все это сделать это не смешно нифига не смешно хотя я знаю что многие смеются над этим вирусом думают что это грипп я тоже так думала нифига это не грипп в общем двухнедельный карантин будут домашние влоги что я планирую делать в эти дни оставайтесь на связи и вы все обязательно увидите но главное знаете что главное не перегрызться с мужем потому что мы привыкли что ну там находиться 24 часа вместе это испытание скажу я вам какая бы любовь не была земная но находиться с одним и тем же человеком 24 часа в сутки это очень большое испытание поэтому это не только посидеть дома там и победить это вирус но это испытание также нашей семьи как мы друг друга выдержим две недели 24 часа в сутки хотя нет он сказал что завтра поедет на работу там никого не будет вот что там ну да у него такая работа что там нифига никого нет он один там что то делает я пойду с чарли погуляю естественно по таким тропам где люди не ходят вот ломится все пришел кто там пришел кто мне дверь открыл здрасте приехали я тут с людьми общаюсь ты чего пришел без меня жить не можешь все разведку навел так что вот так друзья нас закрыли на две недели будем сидеть пережидать нужно к этому подойти ответственно не смеясь не издеваясь потому что от одного человека может зависеть жизни многих вот честно действительно вот прям вот я задумывалась я бы не хотела нести такую ответственность что из-за меня может быть мне вот клиентки говорят ты молодая ты выздоровеешь я говорю а я за себя и не боюсь вокруг меня ходят люди в том числе и пожилые люди которые могут заразиться и умереть по моей вине я вынесу такую ношу оно мне надо так что лучше я пересижу дома вот и вы относитесь более серьезно к этой проблеме потому что это нифига не шутка и все вот что делает правительство там запрещает выходить оно все это делает ради нас доносит до наших мозгов что именно так и надо а иначе как а иначе мы будем заражать друг друга и все помрем нам это надо нет но мы не теряем надежду держим кулачки и сейчас посмотрим в 10 выйдет кто на улице или нет потому что у нас здесь такой ну такой спальный район скажем так и немного домов в общем ну сейчас короче я подожду не буду монтировать и покажу вам может быть кто то и выйдет потому что медики действительно делают огромную работу потому что ну не знаю бороться с этим это очень сложно ладно доживем поживем увидим не отключайтесь будьте на связи пишите комментарии как у вас дела вот и встретимся с вами завтра что-нибудь придумаем какое-нибудь занятие обязательно всего самого лучшего всем пока пока смотрите хлопает я тоже похлопаю 10 часов похлопали одни видите ну хоть кто то вот так у нас спальный район поэтому здесь особо хлопать некому вот вот Прям гордость какая-то.